Библиотека Библиотека Мама и сын стали жить вдвоем. Мальчик подрос и пошел в школу. Там он научился читать. С другими мальчиками он общался мало, потому что у них были отцы, а у него нет. Это делало его непохожим, а с непохожими дружить никто не хочет. Зато он стал проводить много времени в папиной библиотеке, где было много интересных книг. Однажды, читая «Колыбель для кошки», он обнаружил между страниц носовой платок. Сначала это его немного удивило. Но из рассказов матери он знал, что папа был очень рассеянным. Иногда он мог заснуть над раскрытой плылью, ранить что-нибудь, а потом захлопнуть и вернуть у него на полку. И, по-видимому, такое случалось с папой довольно часто. Потому что почти в каждой книге мальчик находил какую-нибудь вещь, оброненную его отцом. В книге «Пена дней» он нашел засушенный цветок. В книге «Шесть спичек» он нашел окурок. В третьем томе «Большой советской энциклопедии» он нашел список продуктов, которые папа должен был купить. Валетий в «Стране чудес» колодок карт. В книге «Чапаев и пустота» ничего не нашел. Зато в постороннем нашел револьвер. В имени «Роза лабиринта» в «Фиесте» недопитую бутырь красного вина. Обо всех этих находках мальчик ничего не рассказывал матери, а складывал их в шкафу в своей комнате. Среди найденных в книгах вещей попадались как совсем обыденные. Папины волосы, папины очки, вставная челюсть, обручальное кольцо. Так и вовсе неожиданно. Папины глаза, нос, уши, ребро, правая рука, брови и тому подобное. Вскоре мальчик понял, что на самом деле его отец никогда не уходил из дома и не бросал их с мамой. Просто он был такой рассеянный, что потерял себя по частям в своих любимых книгах. Тогда мальчик вытащил свои находки из шкафа и собрал своего папу заново. Они пошли в библиотеку. Папа взял с полки книгу Морелла, закурил недокуренную сигарету и уселся в красное кожаное кресло. Мальчик посмотрел на папу, лыбнулся и ушел из дома навсегда. В тот день ему исполнилось 38 лет. Мама нарядная зашла в библиотеку, где папа спокойно спал над книгой и сказала. Да, мальчик, а ты с возрастом становишься все больше похож на своего отца. Музыка. 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 Музыка.